Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Чиновники презентовали новую программу повышения доходов. В рамках прямых мер программы предлагается повысить зарплаты почти 4 миллионам казахстанцев. Тиграну Геосаяну запретят въезд в Казахстан. Он может попасть в список нежелательных для въезда в страну лиц за свои высказывания в отношении позиции Казахстана. Российские предприятия переезжают в Казахстан. Теперь и казахстанцы, и депутаты задаются вопросом, принесет ли эту пользу нашей экономике. Чиновники презентовали новую программу повышения доходов. Заместитель премьера Тукжанов сообщил, что в программе предлагаются прямые и косвенные меры для повышения доходов. Среди прямых мер – это повышение зарплаты 3 миллионам 800 тысячам казахстанцев. Сюда войдут следующие категории работников. По данным экспертов, официальные данные по уровню бедности в Казахстане сильно занижены. Минимальная зарплата в Казахстане – одна из самых низких в мире. По этому показателю, как подсчитали международные эксперты, страна входит в тройку аутсайдеров. Глава государства отмечал, что около миллиона граждан Казахстана имеют заработок ниже прожиточного минимума. Это каждый 20-й человек, который не имеет в своем кармане и 35 тысяч тенге в месяц. Но чиновники даже пытаются улучшить показатели, приведенные самим президентом страны. Во-первых, реально не миллион, но можно где-то 500 тысяч, наверное. Ну, 400, где-то 90 по средним сегодня расчетам. Исходя из количества получателей АСП, если даже исходить, это первое. Во-вторых, конкретные меры, ну, это в первую очередь создание новых рабочих мест. Вот это и есть конкретные меры. По данным экспертов, одним из основных факторов бедности является безработица. Впрочем, низкие зарплаты приводят к появлению такой категории людей, как работающие бедные. Как признавались в счетном комитете в Казахстане, наименее обеспеченные 40% населения тратят около 59% своего бюджета на продукты питания. Иногда этот показатель даже выше. Есть еще самозанятые, которые перебиваются случайными заработками. Но чиновники полагают, что самозанятые живут не бедно. Ну, где-то 2 миллиона, наверное, там, мне по-разному, там, это, внешние экспорты, там, больше цифр, там, называют депутаты, там, по-разному, там, там. Конечно, скрытые, скрытые, ну, большой, наверное, где-то, самозанятых, если я взять, я говорю, там, многие из них сегодня работают хорошо, а они зарабатывают и плохо. По словам Торжанова, для молодежи увеличили зарплаты и сумму грантов, но молодежь отказывается работать и заниматься бизнесом. Оказывается, зарплата молодых увеличена до 90 тысяч тенге, а на руки они получат еще меньше. Получается, с мизерной зарплатой удержат еще и налоги, а инфляция тем временем поднимет цены на продукты. По оценкам независимых экономистов, даже с помощью рабочих мест бедность не победит, так как инфляция съедает рост зарплат. По мнению экспертов, для того, чтобы доходы населения росли, нужно вкладываться в человеческий капитал, в развитие предпринимательского духа. Бауржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Тиграну Киасаяну запретят въезд в Казахстан. Он может попасть в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц за свои высказывания в отношении позиции Казахстана по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадьяров. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности, но никак не соответствует духу сотрудничества между нашими странами, отметили в МИДе. Журналисты спросили об этом инциденте сенаторов. Российский телеведущий Тигран Киасаян в своем шоу решил поставить ультиматум Казахстану. Он считает, что казахам пора определиться, с кем они, иначе их может ждать украинский сценарий. Крайне неоднозначные оскорбительные высказывания в адрес Казахстана Киасаян допустил на основании новостей, что в республике решили не проводить парад победы. По оценкам политологов, в отличие от союзника России и Белоруссии, Казахстан не голосовал против резолюции ООН, осуждающей агрессию. А позже Тухаев призвал стороны к поиску компромиссов и дал понять, что не поддерживает ни одну из сторон. Министр иностранных дел Мухтар Тлюберд заявил, что Казахстан не признает сепаратистские ДНР и ЛНР на востоке Украины. А сенаторы полагают, что это просто провокация. А парад действительно стоит больших денег. Он провокатор. Парад – это не игрушка, это миллиарды тенге. За все время независимости страны было всего несколько парадов. По оценкам политологов, с одной стороны, Казахстан не признал ДНР и ЛНР. С другой стороны, страна продолжает проводить активно встречи в рамках Евразийского экономического союза. Хотя многие в Казахстане считают ЕАЭС, как и ОДКБ, токсичными организациями. За все годы существования ЕАЭС Казахстан в экономическом плане больше проиграл, чем что-то приобрел. Это признают сами экономисты. Даже многие представители бизнеса, которые когда-то к этому относились либо нейтрально, либо с поддержкой, уже стали признавать, что выход из ЕАЭС для Казахстана и его экономики – это вопрос выживаемости. Потому что многие опасаются, что честное ассоциирование Казахстана с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ рано или поздно приведет к тому, что и против нас будут вводиться санкции, как партнеры России. Он клевещет, он задевает честь. И мы должны отвечать таким гражданам, если это задевает политику. Потому что сейчас есть такая вещь, как санкции. Мы должны защитить свое государство. По оценкам политологов, если станет известно, что российский бизнес будет использовать территорию Казахстана, как и территорию других стран-членов ЕАЭС, для обхода санкций, то на Казахстан тоже могут наложить санкции. В российском сегменте сейчас уже появилась информация, как обходить санкции для денежных переводов, в частности, используя банковскую систему Казахстана, открывая здесь счета и банковские карты через подставных лиц граждан Казахстана. Бауржан Шаяхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Новость о том, что в Казахстан переезжают российские предприятия, всполошила местное население. Теперь и казахстанцы, и депутаты задаются вопросом. Принесет ли это пользу нашей экономике, и почему все больше россиян стремятся именно к нам? Мнение депутатов, общественников и самих представителей предприятий узнала Гульнара Умарова. Кажется, инопланетяне, появись они на нашей земле, вызвали бы меньше споров, чем российские компании. Когда возникла новость о переезде одного из гигантов автопрома из Российской Федерации, многие задались вопросом, а как они будут платить налоги и намерены ли принять на работу наших граждан. К тому же сам факт прихода зарубежных производств в Казахстан вызывает недоумение. В то время как, например, квоты по найму иностранной рабочей силы увеличить не дают, сказали в Актюбинском филиале партия «Акжол». Все компании таксомоторные официально перешли, вы все знаете из СМИ, что все центральные офисы, все перевели в Казахстан. И они спокойно двигаются, да. Да, понятно, там основная масса таксистов, там местные наши работают, но основная прибыль же уходит за пределы нашей страны. Поэтому мы должны, и правительство должно четко смотреть с Министерством финансов, понимать, чтобы оттока уже не было. А то мы знаем историю оттоков, перетоков денег, которые 30 лет перетекали, сейчас мы его вспомнили. У нашей республики большие транзитные возможности, которые углядели россияне. К тому же важно учесть такой момент, как конкуренция. Она и ждет наш бизнес, говорят партийцы. Жесточайшая конкуренция больших корпораций, больших компаний, которые им раньше даже не снились. Если они раньше работали на территории России, сейчас потихоньку, я так думаю, до августа месяца потихоньку они сюда сместятся. И они будут по евразийскому договору спокойно кататься по нашей территории, даже на российских машинах. Между тем, упомянутый выше автогигант «Урал» поспешил успокоить казахстанцев. Он заявил, что это не переезд, а расширение производства. Много шума из ничего. «Наверное, все-таки нас не так поняли. Это расширение производства. Мы открываем вторую производственную площадку в Казахстане, так как 90% мотоциклов у нас все же идет на экспорт. В связи с последними событиями в Российской Федерации мы не можем отправлять на экспорт мотоциклы. При этом завод в «Эрбите» продолжает работать в полном объеме. «Эрбит» есть «Эрбит». Производство в Россию пойдет и в СНГ. А из Казахстана пойдет на экспорт в Америку, Австралию и Европу. Как бы то ни было, в Мининдустрии говорят «велком». То есть добро пожаловать, если соберутся приехать со своим самоваром. А таких желающих, со слов Ускенбаева, очень много. Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыть, потому что это рабочие места, это налоговая облагаемая база, это компетенция. Поэтому завод «Урал», он с Кастехмашем проводит переговоры. И даже они уже, по-моему, заключили договор аренды на площади. Мы будем приветствовать, и у нас таких предприятий очень много. Мы приветствуем все предприятия с любой страны, если они готовы здесь открыть производство. И пока для ЦИСанкции возможность переезда компаний не исключена. Главное, чтобы отечественной экономикой местные кадры не остались в минусе, говорят наши специалисты. Продолжаем выпуск, и вот, что вы увидите далее. 70 голов скота потерял сельчанин в результате нападения бродячих собак в Западно-Казахстанской области. Мужчина утверждает, что с начала марта его хозяйство три раза атаковали собаки. Действующие полигоны твердобытовых отходов не справляются с нагрузкой в Мангестаусской области, и тем временем переработчики мусора заявляют о своих проблемах. Строителям, возводящим дома по государственной программе в Ак-Тубе, задолжали 44 миллиона тенге. 160 рабочих частной компании отказались выходить на работу. Десятки голов домашнего скота загрызли бродячие собаки в Западно-Казахстанской области. Житель села Жемпиты Сырымского района пожаловался, что его хозяйство с начала марта подверглось трем нападениям беспризорных собак. В результате мужчина потерял 70 голов домашнего скота. Как решают эту проблему местные исполнительные органы, расскажут наши корреспонденты. Житель села Жемпиты Батрбек Жумангалиев рассказал, что нападение собак на скот приносит ощутимые потери. Первый раз бродячие животные пришли в марте и загрызли 12 баранов. Позже эти же собаки, по его словам, загрызли 10 голов скота. Последняя атака бродячих животных привела к гибели еще 23 баранов и 25 ягнят. По словам сельчан, нападавшие на скот животные абсолютно дикие, бродят только по ночам. В общей сложности я потерял 70 голов скота. У меня осталось около 20 баранов. Раненых животных я не продашь и не съешь. Я специально готовил 10 голов на продажу. А теперь я не знаю, что делать. С начала года в селе уничтожено более 150 собак. Ветеринары просто вынуждены прибегать к таким мерам. В том, что растет количество бродячих животных, отчасти виноваты сами жители, говорят специалисты. В целях контроля за домашними животными ветеринарная станция проводит чипирование собак. С начала года процедуру прошли 360 особей. По закону в данном случае возмещение никаких не предусмотрено, так как это личная ответственность жителя. Он должен был обеспечить безопасность своего скота. Аким с Рымского района Тулиген Туригалиев считает, что нужно узаконить уничтожение бездомных животных. Другого выхода он не видит. Тогда люди лишний раз подумают, прежде чем выпускать своих питомцев на улицу. Особенно те, кто держит породистых собак. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала АО «Аграрная кредитная корпорация». Согласно сведениям прокуратуры Западно-Казахстанской области, Ербулат Онгарбек, злоупотребляя своим служебным положением, оказывал пособничество в незаконном получении бюджетных кредитов путем предоставления фиктивных сведений о намерении разведения сельскохозяйственных животных с последующим присвоением денежных средств. Участвующий прокурор ориентировал дело на осуждение в рамках предъявленного обвинения и назначение четвертым подсудимым, причастным к делу, длительных сроков лишения свободы от 7 до 11 лет за охищение бюджетных средств. Суд, исследовав все 175 томов дела, дал последнее слово подсудимым. Оглашение приговора состоится 29 апреля, сообщает прокуратура Западно-Казахстанской области. Онгарбек предан суду за злоупотребление должностными полномочиями, оказание пособничества в незаконном получении кредитов путем предоставления фиктивных сведений о намерении разведения сельскохозяйственных животных с последующим присвоением денежных средств в особо крупном размере – 600 миллионов тенге. По результатам представленных в суде стороной обвинения доказательств, четверо подсудимых полностью признали вину и дали изобличающие показания на других лиц, участвовавших в оформлении незаконных займов, и последующие ухищения денежных средств. Жилье, выданное инвалидам в Уральске, не соответствует требованиям. Люди с ограниченными возможностями не могут полноценно воспользоваться пандусами и выполнить элементарные действия, например, включить в квартире свет, открыть балкон или воспользоваться уборной. Чтобы получить квартиры в этом доме, люди, стоящие на учете по инвалидности, ждали десятилетиями. Их желание сбылось, но въехав в новое жилье, они столкнулись с рядом проблем. К примеру, пандус при входе просто не доделали. Здесь отсутствует перила и нет положенного спуска к дороге. При подъеме по такому пандусу возникает опасность травмировать себя еще больше. Представитель отдела строительства, в свою очередь, заявляет, что при проектировании зданий все параметры учитываются, в том числе для мобильных групп населения. По пандусу входной группы для доступа маломобильных групп будет устранена именно нестыковка уровней дороги и пандуса. При проектировании генеральным проектировщикам закладываются все нормативы с учетом всех норматив, в том числе доступ к маломобильных групп. Данные проекты проходят экспертизы положительные. В соответствии с этим проектом строятся данные жилые дома. Сан-Сызбай Канатов на учете по инвалидности состоит уже порядка 40 лет. Говорит, что его мечта – открыть окно и подышать свежим воздухом. Но сделать это у него не получается. При отсутствии обеих ног дотянуться до ручки он просто не может. Также у него нет возможности включить свет, воспользоваться уборной, потому что здесь нет положенных поручней. Дверной проем при входе на балкон настолько узкий, что мужчина едва может пройти там. Условий тут никаких. Домой зайдешь, включать люди очень высоко. Двери, дверные, ручки тоже высоко сделаны. Не достаем. Вопрос, почему маломобильные граждане получают недоделанные квартиры, мы задали подрядчикам. Все, в свою очередь, заявили, что их работа зависит от заданного проекта. Я как производитель работаю, делаю по проекту, конечно же, отделу строительства, они, да, конечно, ответственны они. Получается замкнутый круг. Подрядчики заявляют, что зависит от проектировщика, отдел строительства, в свою очередь, заявляет, что все необходимое в проект строительства включено. Кто и как отвечает за экспертизу и принимает готовый дом, тоже непонятно. Объект с явными дефектами. Выделяя квартиры из государственного фонда, жилищного фонда, государственные органы не всегда учитывают потребности и надобность человека, нужды человека. Поэтому сегодня мы столкнулись с тем, что человек, пользующийся инвалидной коляской, не может даже дотянуться до домофона и не может открыть подъездную дверь. Что является причиной многочисленных дефектов и недоработок при сдаче и эксплуатации нового жилья, остается догадываться. Это некомпетентность ответственных и контролирующих органов и наверняка коррупционная составляющая. Мангастау, если не полностью, то частично утопает в бытовых отходах. Только в прошлом году выявлено более 240 незаконных мусорных свалок, а действующие полигоны не справляются с нагрузкой. 16 из них не соответствуют тех требованиям. А предприниматели, несмотря на гарантирование достойных зарплат, жалуются на нехватку рабочей силы. Глава региона поручил оказывать всемерную поддержку предпринимателям, занимающимся переработкой твердобытовых отходов. В Магистал сортировкой твердых бытовых отходов занимается 11 индивидуальных предпринимателей. Только одно из таких предприятий за год работы переработало около 700 тонн макулатуры, 500 тонн полиэтилена, 200 тонн пластика. Цирьё поставляют не только по Казахстану, но и в Россию и Узбекистан. Предприниматель Ирина Татьева рассказала, что ощущается острая нехватка рабочей силы. На сегодняшний момент наше предприятие нуждается в рабочей силе. Я официально заявляю о том, что могу принять на работу людей, нуждающихся в стабильном заработке и людей, которые осознанно придут к очистке нашей планеты. С работой подобных объектов Акимобласть ознакомился с выездом на места. Там же ответственным лицам поручено оказание поддержки переработчикам ТБО. Бизнесмены, как один из механизмов решения проблемы, отчасти видят в тотальном развитии культуры чистоплотности. Предприниматели предлагают установить на территориях школ сортировочные сетки ТБО. Таким образом, подобные инициативы будут оказывать благоприятное влияние на экологическую обстановку в регионе. На сегодняшний день почти 29% бытовых отходов, вывезенных из населенных пунктов, были отсортированы и отправлены на переработку в другие регионы и страны ближнего зарубежья. Тогда как в прошлом году этот показатель достиг 27%. Тем не менее, по области насчитывается 16 полигонов, которые не соответствуют санитарным требованиям. В Костанай пресечена деятельность финансовой пирамиды «Антарес Лимитед», офис которой находился в центре города. По факту незаконной организации финансовой деятельности Департамент экономических расследований возбудил уголовное дело. Организаторы обещали ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от суммы инвестиций. В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом, подозреваемым, избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Организаторы финансовой пирамиды привлекали к граждан, вводя их в заблуждение о возможности получения ежедневной гарантированной прибыли от инвестиций при вложении в компанию наличных денежных средств в размере от 100 долларов США. В Актубе бастуют строители. Работники крупной компании, выигравшей тендер на возведение домов по госпрограмме, с февраля не получают заработную плату. Общая сумма долга составляет 44 миллиона тенге. Лайла Уесова разбиралась в ситуации. Сидящие без зарплаты строители устроили забастовку. 160 рабочих частной компании отказались выходить на работу. В микрорайоне Нур-Ахтебе они возводят сразу пять домов по госпрограмме. Но второй месяц не получают заработную плату. Уже два месяца, каждую пятницу обещают, обещают, дают. В больницу пойдешь, не принимают страховки, вас нет. Ну, говорят, перечисления кемать, денег нет. То вчера слышим, арестовали счета, что ли. Кто, кто уже сейчас? Мы уже устали ждать. У нас семьи, дети, кредиты. Многие на квартире живут. Цены растут, продукты в долг берем. Второй месяц без денег сидим. Последний раз зарплату людям выплатили в январе. Устав от постоянных обещаний, строители решили остановить работу на объекте. Представители компании объясняют, что задержка произошла из-за долгого перечисления бюджетных денег. Все пять домов в микрорайоне Нур-Ахтебе возводятся в рамках госпрограммы и финансируются из республиканской казны. Сейчас мы поедем, обговорим, сейчас полностью мы и надеемся, что порядка будет у нас. Утверждение об основном, ахата городской, ахата сейчас полностью утвердилось, сейчас только нюансы остались. Ахтебе-Саулет – одна из крупнейших в западном регионе строительных компаний. На протяжении многих лет возводит дома по государственной программе. Ежегодно сдаёт в эксплуатацию тысячи квадратных метров доступного жилья. В этот раз задолженность по заработной плате перед рабочими составила 44 миллиона тенге. Решить вопрос представители фирмы обещают в течение недели, как только поступят бюджетные деньги. Лейла Уэсова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТДК 42, Ак-Тебе. 169 нарушений трудового законодательства выявлено в Западно-Казахстанской области. Такие данные предоставляет инспекция труда за 2021 год. За отчётный период поступило 773 обращения жителей области по фактам нарушений норм трудового законодательства. По заявлениям проверено 114 предприятий и организаций. В результате выявлено 137 нарушений в сфере трудовых отношений, 24 по безопасности и охране труда, а в сфере занятости населения 8 нарушений. По фактам неисполнения трудового законодательства наложено 36 штрафов почти на 4 миллиона тенге. За истекший период проведено 29 специальных расследований, из них 16 случаев признаны как связанные с производством. Пострадало 18 работников. Из них 10 человек пострадали с тяжким исходом, со смертельным исходом пострадало 5 человек, и 3 человека получили травмы в групповых несчастных случаях. О спорте. Футбольный клуб Акжаик потерпел поражение на своем поле. В рамках восьмого тура чемпионата казахстанской премьер-лиги хозяева минимально уступили футболистам Аксу. После поражения Акжаик опустился вниз с турнирной таблицы. Перед началом матча футболисты, тренерский состав, судьи и болельщики почтили память нашего коллеги Романа Копняева, который был активным любителем футбола и всегда освещал новости спорта. На своем стадионе Акжаик принимал повладарский клуб Аксу. Первый тайм завершился в ничью. После перерыва на 67-й минуте счет открыл полузащитник Аксу Арман Смаилов. Матч завершился с единственным забитым голом. При равной игре мы проиграли, потеряли концентрацию, что предупреждалось, и получили нелепый гол. За второй тайм фактически команда соперников ни одного момента не создала. Но в игры только забивает. Мы не забили, они забили. Просто хотели отыграться, было желание, это самое главное. В послематчевой пресс-конференции тренер Аксу Руслан Костишин отметил качество поля на стадионе Акжаик, которое, по его мнению, оставляет желать лучшего. Наконец-то пришла победа. При том, что мы показывали очень качественную игру, и у нас не получалось двоигрывать. И как парадокс, не самая лучшая игра по качеству и победа. Ну, где-то мы еще не пожертвовали, более сырали дисциплинированно и простой футбол. С одной стороны, с другой стороны, конечно, пацаны, не обижая ваш город, но на таком поле, это не поле для премьер-биги, а поле для ребят, школьных, где США, чтобы там занимались. Не в обиду, очень ужасное поле. После поражения Акжаик спустился на 10-е место в турнирной таблице. Следующая игра уральских футболистов состоится 2 мая в гостях с клубом Ахтюбе. Альбина Каленова, Айбала Джагупар, Александр Грабарев, ТДК-42. Для тех, кто стремится к совершенству и уделяет внимание мельчайшим деталям, наслаждается своей красотой. Для тех, кто не хочет отказываться от комфорта, кто любит получать удовольствие и ни на что не променяет домашний уют. В Волтам вас ждет мебель, которая отражает ваш стиль и неповторимость. Это семья Ахметовых. Многие годы они живут на съемной квартире и только мечтают о покупке своего жилья. А это семья Алиевых. Глава семейства Руслан вступил в потребительский кооператив «Рой». И уже через 10 месяцев семья въехала в собственное жилье. Хватит платить за аренду. Станьте членом потребительского кооператива «Рой» и через 18 месяцев вы будете жить в своей квартире. Вступительный взнос – 200 тысяч тенге. Ежемесячный паевый взнос – всего 50 тысяч тенге. Без единоразовой комиссии и процентов. Недвижимость оформляется на ваше имя. Заключайте договор сегодня и становитесь счастливым владельцем собственного жилья. Подробная информация на сайте. Звоните. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова